Дорогие друзья, мы находимся на улице Объездной 9, где произошел пожар. Сейчас идет разбор верхних этажей, и у людей накопилось очень много вопросов. Давайте мы их с вами послушаем, чтобы, возможно, и наша администрация услышала о их чаяниях и помогла. Меня зовут Рейна Бидия Сергеевна, я собственник квартиры горевшего дома на восьмом этаже. Это как раз под эпицентом возгорания было. Десятый этаж выгорел, девятый вот надо мной меня затопил. Мы собрались здесь с жителями нашего многострадального дома, потому что мы находимся в информационном вакууме сейчас. Мы не получаем достоверной, достаточной информации для того, чтобы понимать, что происходит в данный момент с реконструкцией нашего дома. Но начнем с того, что пожар начался в 17.30, но действия по его ликвидации были начаты только через два часа. За два часа преступного действия государственных служб, то есть машина, которая доставала до 11 этажа стрела, мы ждали два часа из Новороссийска. И просто смотрели, как выгорают наши квартиры. Почему в городе нет техники для тушения высоток? Большой вопрос. Соответственно, ущерб от пожара стал в разы больше. Принесен большой ущерб собственности, имуществу. В рамках уголовного дела необходимо с помощью экспертиз определить размер этого ущерба и предъявить иски государству в лице тех служб, которые своим бездействием это допустили. Для этого мы обращаемся к генеральному прокурору, главе следственного комитета, для того, чтобы не оставили наш дом и его реконструкцию без внимания. И мы могли понимать, что все происходит по стандартам и каким-то нормам. Как вы видите, часть дома демонтируется. Это получается 11 и 10 этаж, как заявил мэр города. Дом должен остаться под девятым этажом, то есть будет мягкая черепица. Но у нас большой вопрос именно к конструкциям дома. Так как же все знаем, дом был построен с большими нарушениями, принят в эксплуатацию по квартир, нас дан по суду. И там колоссальный был недострой, о чем есть документы, если нужно, они могут быть направлены. Где очень большие критические нарушения по именно строительству конструкции дома. Плюс наложенный пожар, плюс затопление с 11 по подвал, то есть пропитаны все стены, до сих пор там течет вода на нижних этажах. У нас большой вопрос именно к безопасности, его дальнейшая эксплуатация. Если принято решение о его реконструкции. В настоящий момент у нас вышла из строя канализация, то есть соответственно нужно будет восстановить канализацию, водоснабжение, вентиляцию, противопожарную систему. И в дальнейшем, конечно, увеличить мощности на дом и замену электропроводки в доме. Первоочередное, на что мы хотим обратить внимание. И мы хотим увидеть результаты независимой экспертизы, желательно из Москвы, которой мы смогли бы доверять именно по конструкциям безопасности дома. Сейчас введен, конечно, режим ЧАЭС, действует до сих пор. Оценивается ущерб в каждой квартире, пострадавшей квартире, для этого ходили комиссии. Большинство квартир просто затоплено водой. Например, вот в моей квартире, восьмой этаж, мало того, что она была затоплена девятым этажом при тушении, у меня через вентиляцию просто выбило пол стены на середину кухни. Мы, как мы видим, через вентиляцию еще получили возгорание квартиры, которые находились вообще не в эпицентре посреди дома. Они просто выгорели этой волной. Ущерб колоссальный. Жителей также нет понимания, что дальше будет происходить с этими квартирами. Если за верхние этажи несли ясность, что их квартиры будут демонтироваться, им будет предоставляться жилье где-то в другом месте. Ну и то только собственникам. Только собственникам. У кого это единственное жилье. Нижним квартирам нет вообще никакой ясности, что с нашими квартирами будет, то, что их затопило, как будем делать ремонт. По поводу организованности служб администрации, комиссии, также нам не дают ни документов, ни понятия, где что забирать, в какой срок это будет. Также людям эти документы нужны, чтобы подавать куда-то, кому-то на страховую, кому-то в соцзащиту, чтобы на руках у людей были документы, чтобы могли действовать как-то дальше по законам. Также мы не имеем информации, что, когда будет происходить в плане сроков, в плане выдачи документов, также ремонта дома. Вначале говорили одни сроки, сейчас немножко их увеличили там вроде как на месяц. Хотим, чтобы внесли ясность. Меня зовут Елена, у меня была квартира на 11 этаже, она полностью сгорела. Как администрация говорит, это не единственное жилье, но это единственное жилье, которое было мое. Второе, которое у меня имеется, оно в ипотеке. Я за него еще буду рассчитываться около 15 лет. Мне не выплаты никаких, и мои этажи теперь сносят без права восстановления. То есть я даже не могу восстановить свое собственное жилье. Я бы взяла кредит и сделала бы там ремонт, но где делать ремонт? На небе, на крыше, я не представляю возможность. И мне никто ничего не говорит, просто меня выкинули. Ну, типа, если у тебя есть там жилье ипотечное, ну и иди отсюда. Вот только так я могу это расценивать, потому что никаких собраний обещали провести, его не провели. Перенесли, какое время, непонятно. Я здесь живу, меня поселили в санатории, в котором вообще нет отопления. Мне дали вентилятор, и вот отапливайся как хочешь. Вентилятор, естественно, если я ухожу, я его отключаю, прихожу, там жуткий холод. Сейчас на улице до минус трех. Вот как быть мне в этой ситуации, когда я копила своему собственному ребенку на квартиру деньги, он сейчас заканчивает 11 класс, он вынужден быть без жилья. И я даже не могу со временем его восстановить. Почему приняли решение снести 10-11 этаж и куда-то нас просто в никуда отправить? Вот у меня большой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Вадим, я собственник жилья и жилец третьего подъезда, седьмой этаж. Моя квартира также полностью выгорела. Как вы видите, что центральная часть второго подъезда сгорела до шестого этажа. Соответственно, у меня по вентиляции произошло возгорание на кухне, и с кухней полностью вся квартира. Наша администрация проводила обследование, составлялись акты. Мэр говорил о компенсациях, помощи пострадавшим. Помощь должна была выделяться на первое необходимое, там, стол, стул, телевизор, предметы первой необходимости. По факту, при обращении в комиссию, организованную руководством, мне отказали, потому что аргументировали тем, что я не прописан в данном жилье, так как с рождения прописан в родительском доме. По факту, проживаю здесь. Рассчитывать на какие-то компенсации, в данном случае, мне сказали, что не рассчитывать. Сказали обращаться в суд по факту установления фактического места жительства, и только в этом случае возможно получение компенсации 10 тысяч рублей на восстановление полностью сгоревшей квартиры. Ну, это смешно на самом деле и печально. Меня зовут Жанна, я жилец третьего подъезда, шестой этаж. Я бывшая гражданка Украины. Я оттуда уехала с разбомбленного дома, приехавши сюда, купила квартиру. И проживаю, оно мне одно. С больной, старой матерью, с дочерью, с внучкой. И вот за две пенсии, как мне объяснили, каким образом я сделаю ремонт, хотя бы элементарную необходимую мебель, технику, тот же стул куплю. Документы не дают, во всем отказывают. Сказали, ну у вас же не полностью сгорела квартира. Вот так вот мне ответили. За компенсацию я молчу, как бы 10 тысяч, я не знаю, куда эти 10 тысяч деть вообще на сегодняшний день. Поэтому у меня вопрос, вот просто куда идти дальше, и хотя бы какие-то документы, какие-то везде сейчас отмахиваются. У меня просто огромная просьба, что хотя бы в преддверии выборов, может, от нас не отмахнуться, потому что пройдут выборы и вообще забудут, что существует такой дом, как объездная 9. Я так думаю. Вот сейчас попытка дозвониться в службу помощи, которая организована специально для помощи людей. И в завершении мы хотим озвучить проблемы всех жителей, то есть я говорю за всех, все меня поддерживают. Мы сейчас находимся именно в невидении, потому что к нам не поступает никакая достоверная информация вообще. Есть растяжка около дома, телефон горячей линии, которые просто выключены, то есть он даже несуществующий номер. Первое, что мы хотим, получить информацию постоянно, чтобы была обратная связь и телефон горячей линии, который будет функционировать круглосуточно, это раз. Второе, если мы будем исходить из того, что будет экспертиза качественная, независимая по дому, о признании его безопасным для проживания по всем его конструкциям, коммуникациям, интересует размер выплат, чтобы люди в этот дом могли заезжать, ремонтировать свои квартиры, говорю еще раз, от бетона, то есть там все под выброс, по-любому. Надо его просушивать так досконально, чтобы он высох и не были плесень, грибок нашими сожителями в дальнейшем. Размер этих выплат соответствовал ремонту от бетона. Еще интересует по поводу ремонта, который будет производиться после девятого этажа, крыша. Какого качества будет ремонт, чтобы это так же было сделано, было нормально, а не как весь наш дом, все недоделано. Ремонт был по стандартам качества, его принимали. Жителям нужно доводить информацию. Этап, да, крыша, чтобы была именно как-то отдельно по участкам ведения работ строительных, экспертиза, чтобы не гнать волну дальше, а может там некачественно изначально. А не скажут, а может не переделаем, а мы дальше уже продолжим. То есть именно по участкам реконструкции, ремонта дома какая-то экспертная была комиссия приемки этих работ. И доводить информацию до людей своевременно.